Всем здарова, Лут снова тут, и сегодня мы с тобой поговорим про Войдрика. Поговорим про его скиллы, как их использовать, что туда ставить. В общем, поехали. Но сперва немного странной информации в твою голову. Ты, наверное, слышал, что Ютуб не любит некоторые слова и не любит странные стримы. Чтобы избежать последствий и санкций со стороны Ютуба, существует бусти. На бусти в свободный доступ я выкладываю все, что было забанено на Ютубе. Также при желании там ты можешь поддержать канал. Заходи ко мне на бусти, ссылка будет в описании. Покопался я тут в некромехе и что-то подумал, а что бы не сделать видос, где будет про билд некромеха, ну и про его скиллы. Как их использовать, куда бегать, что делать. Проверять все будем, конечно же, на стали. И, в общем, я в нем еще поковырялся. Спасибо, кстати, Виталий за то, что там койки идей подкинул. А, собственно, давай посмотрим, что мы там тянем-то. Некромех выглядит у меня вот таким образом. И, как говорят, короче, откуда башка? Это башка от вдовы. Можно башку от вдовы поставить на некромеха. А скин, собственно, это делюксовский. И давай переходим к самому интересному. Это у нас билд. В общем, смысл какой? Делают его, как я понял, на орфиксов для того, чтобы скольжение. То есть увеличивают скольжение всякими модами, типа там это... Ну, короче говоря, все, что есть на скольжении. Если когда-то будут миссии или ивент на орфиксов, где нужно будет скользить быстро от точки к точке и так далее, то да, наверное, это имеет смысл. Но лично для себя я не вижу смысла ставить сейчас скольжение, чтобы вот плюс здесь к скольжению вот эти моды. Не вижу смысла себе сейчас это ставить. Ну, как бы я лучше поставлю что-нибудь такое на живучесть. Ну и, в общем-то, здесь все расстановлено на всякие энергоэффективности, живучести, прочую фигню. Скорость восстановления щита, минус зарядка восстановления щита. Опять же, это тоже живучесть, эффективность двигателей, запас энергии, здоровье, мощность щита, силоспособности. Ну, то есть такие моды, которые нет ничего, что увеличивало бы скольжение. Ну, или высоту прыжка. Если, как я сказал, будет орфикс, то тогда имеет смысл. Ну, допустим, допустим, эффективность двигателя можно убрать для скольжения, поставить вот эту тягу, ну и так далее. Все, что есть на скольжение в случае орфиксов. Я же этого делать не буду, меня устраивает вот так, как все это есть. Полярки у меня всего шесть. И при шести полярках я умудрился уложиться 0 в 0. Прям тютелька в тютельку. Один к одному. Короче говоря, шесть полярок. И тебе все равно его качать, потому что качается он до сорокового уровня. То есть сначала ты качаешь до тридцатого, потом сбрасываешь, качаешь, ставишь полярку, качаешь до тридцать второго. Сбрасываешь до тридцать четвертого, тридцать шестого, тридцать восьмого, сорокового. и так каждый раз на 40 уровне рост прекращается ну и как раз короче у тебя будет 5 полярок плюс еще одна поля рачка чтобы все влезло как-то вот так в общем как раз соберешь билд и прокачаешь его до 40 по моему здорово давай поговорим про скиллы лучше здесь у нас с тобой расположена первым скиллом не красить не красить бесполезный скилл и меня не пользуюсь нафиг он не нужен ну в общем не знаю мне он как бы не интересен далее у нас идет штормовый саван и это уже очень хороший скилл данный скилл будет очень интересен потому что он увеличивает выживаемость смысл примерно такой ты его юзаешь и начинает у тебя эти времени уязвимости в это время по тебе долбасят и чем сильнее тебя надолбасят тем больше щита ты получишь в общем прикольный скилл неуязвимость плюс сверх щиты вот эти 1 войти к очень кайфовая тема и далее у нас получаются погребальные мины погребальные мины это бесполезный скилл его тоже короче вот эти первые и третьи у меня не существует телохранитель это наш основной то за что любят войдрика бешено дамажащий скилл войды превращается в такую стоящую на месте турельку и начинает насиловать все живое вокруг это мы тоже все посмотрим а насилует все живое вот своим собственным оружием него еще есть свое оружие которое также нужно прокачивать основным его оружием которым работает четвертый скилл это является арки без ну и в общем выглядит он меня примерно вот так может конечно вот сюда на место срыва сдерживания влепить критический фокус ну и собственно еще добавить себе крита шанса крита но я тебе скажу так я разницы вообще не заметил а здесь ты получаешь и дополнительно радиационный урон если кто-то выжил то он еще в радиации будет бегать так это и бить своих там у них это радиация работает как контроль и опять же есть мультивыстрел выстрел то есть ну как бы можно доставить критический фокус но тогда придется еще полярить а как говорится зачем если я не вижу никакой разницы разницу я не заметил ни разу вот в таком виде вот это пушенция она будет в принципе уничтожать все живое пойдем посмотрим это все дело на стали и ты поймешь почему я не стал собственно заморачиваться особо кстати не забудь перед выходом на поверхность поставить некромеха в ячейку быстрого доступа у меня он стоит на f3 на f3 собственно я упряжу это призываю даже вот эти прилетающие хреновины принципе легко уничтожает да и вообще уничтожает все живое да 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на стримы и так далее и тому подобное, всем удачи и всем пока!